здравствуйте в духовной жизни нет ничего особенного люди когда не знают духовную жизнь они считают что им нужно что-то делать для того чтобы освободиться от каких-то вещей но это не так самое главное чтобы наше сердце соединяется сердцем иисуса своими силами я не могу сделать но когда мое сердце соединяется сердцем иисуса то я через иисуса христа получаю милость евангелие диана 6 глава очень ясно рассказывать об этом здесь написано что иисус переправился тивериаду и многие люди последовали за иисуса по моему уже настало время обеда иисус говорит филиппу где нам взять множество хлебов чтобы накормить их филипп посчитал и говорит даже на 200 динариев будет недостаточно чтобы им досталось понемногу там находился также брат петра андрей андрей сказал здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменок и две рыбки но что это для такого множества библия показывает нам очень интересную вещь вот допустим у нас есть дома холодильник но не работает или не работает стиральная машина то есть вероятность что если электроника не работает значит электричество не подключено надо проверить может что-то отсоединилось когда мы соединяем тогда появляется связь духовная жизнь это соединение и евангелие диана 6 глава очень хорошо описывать нам связь сегодня многие люди ходят в церковь знаете я тоже в детстве думал что я грешник потому что и пастор называл себя грешником и пресс-фиктор называл себя грешником все братья и сестры они молились говорили господь прости этого грешника но когда мне было 19 лет это был шестьдесят второй год я построил план пойти офицером поскольку у меня не было денег чтобы продолжить учебу поэтому я подумал если я пойду инженером прапорщиком а прапорщик солдаты они где живут в бараках а также знаете офицеров они часто переводят а прапорщиков оставляют в одной части в основном и также зарплатная плата была достаточно хорошей я подумал что я смогу по вечерам обучаться ходить в вечернюю школу я подумал что я смогу хорошо работать в те годы во основном всех брали в прапорщики но меня не взяли из-за того что мой передний зуб был немножко сломан это было время когда чем бы я не занимался у меня ничего не получалось сейчас я ясно вижу что это господь бог действовал чтобы я пришел господу бога и получил его милость в то время чем бы я не занимался у меня не получалось вы не представляете все к чему бы я не прикасался не получалось я понял что я действительно такой немощный человек который не смог стать прапорщиком даже я не знал как мне жить в будущем с того момента я начал считать библию мы ходили в церковь и мы называли себя грешником каждый раз когда читал библию я просил чтобы бог просил мои грехи но однажды я в библии прочитал что мои грехи уже прощены особенно к римлянам 3 главе 23 стих и во все согрешили лишенные славой божией да мы согрешили и лишенные славой божией я также согрешил по этой причине я грешник но если вы посмотрите 24 стих следующий стих тут написано получая оправдание даром по благодати его искупление во христе иисусе то есть потому что иисус христос искупил нас по благодати даром мы получили оправдание это удивительное слово поскольку иисус христос искупил нас хотя мы ничего не сделали но бог говорит что мы оправданы и написано что мы получили оправдание если бог говорит что мы оправданы значит мы оправданы разве нет вот что открылось мне бог говорит что мы оправданы значит мы оправданы знаете что удивительно я общаюсь с многими по библии и люди знают хорошо 3 главу к римлянам 23 стих потому что все согрешили лишенной славой божией по 23 стиху мы естественно грешники но 24 стих говорит нам совсем иные вещи поскольку иисус христос искупил нас освободил от греха слово искупил это значит купил нас поскольку иисус христос искупил нас хотя я ничего не сделал но бог сказал что я оправдан если судья говорит что я оправдан значит я оправдан знаете что удивительно я встречал многих верующих в иисуса но к сожалению многие люди знают 23 стих но не знают 24 стиха я свидетельствовал о том как наши грехи омыты многим людям знаете в чем проблема в нашем доме поступает электричество целый год допустим когда я хочу высушить волосы я должен вставить розетку правильно даже если есть хорошее электричество но если например фен не будет соединен он не будет работать и касается кондиционера и телефона если что то не работает надо проверить есть ли соединение или нет соединения иными словами даже если в доме есть электричество есть хороший телевизор но если их не соединить то нет никакого пользы от телевизора когда иисус христос умирал на кресте за наш грех он очистил все наши грехи но поскольку нет связи поэтому я называю себя грешником по этой причине мы должны получить проклятие мы должны погибнуть слепорожденный находился да и он думает как было бы если кто-то мне поможет и слышит человека да кто вы знаете я не вижу поэтому не могу освободиться от этого места прошу вас пожалуйста помогите чтобы я мог освободиться от этого места ой господи я бы хотел бы вам помочь но я также хромой поэтому не могу освободиться от этого места этот слепой сначала разочаровался он услышал голос человека поэтому подумал что он сможет освободиться но как хромой сможет вывести меня отсюда но потом он подумал еще раз но если вы хромой выше можете видеть естественно я могу видеть но какой толк от этого если я не могу ходить нет я хотя слепой но у меня ноги крепкие я же могу ввести вас но зато дайте возможность пользоваться вашими глазами если вы скажете куда идти разве мы не сможем выбраться от этого места сначала он думал не получится но потом если так конечно возможно мы грешники которые согрешили нет человека который бы не согрешил но за этот грех когда иисус христос был распят на кресте не иисус очистил наши грехи то есть иисус не свои грехи очистил а наши грехи когда мы соединяемся с сердцем иисуса христа который очистил наши грехи тогда вы больше не будете грешниками да вы согрешили но цена за ваш грех уже заплатена знаете друг моего отца у него был магазин на пути к школе я говорю отец дай пожалуйста деньги на тетрадь ой сынок у меня сейчас нет денег ну отец но мне нужна тетрадь как же мне быть а вот как тогда ты скажи моему другу что такого начисла я верну деньги и можешь взять тетрадь да хозяин знает и меня и моего отца я говорю здравствуйте знаете мне нужна тетрадь и отец сказал что он вернет деньги и сказал чтобы я взял тетрадь да хорошо а какой ты хочешь взять дай мне пожалуйста вот это оно стоит 300 вон хорошо я передам отцу хотя у меня нет денег но я верю что отец вернет деньги и поэтому я беру иисус христос был распят на кресте до нашего рождения многие люди знают что иисус умер за наши грехи но если иисус умер за наши грехи поскольку он получил все наказание вместо нас сто процентов наши грехи омыты так ведь нужно думать смотрите двадцать третьем стихе хремлевом третьей главе мы были грешниками написано потому что все согрешили и лишены славой божией двадцать третьем стихе есть я есть грех но там нет иисуса двадцать четвертом же стихе есть иисус иисус искупил нас искупление это значит что он спас наши грехи от наших грехов написано получая оправдание даром если иисус умер на кресте за мой грех но если я называю себя грешником получается нет связи с крестом иисуса надо посмотреть телевизор о сегодня будет трансляция проповеди пастор супак почему не работает телевизор странно почему же не получается а нет электричество может вроде бы связь есть а он не включен просто так где пульт и надо просто включить поскольку иисус христос умер на кресте за наш грех когда иисус умер на кресте а я грешник это что значит есть телевизор да можно сказать что нет связи иисус на кресте умер за меня и когда я соединяюсь с ним если подсоединить электричество когда все заработает сразу и для того чтобы описать о важности соединения есть евангелие евангелие диана 6 глава здесь не рассказывается о том как иисус очищает наши грехи было пять тысяч человек иисус хотел накормить всех их они пришли из далекого места иисус хотел накормить их было двенадцать учеников иисуса но из них филипп имел проблему филипп был сообразительный и он мог хорошо посчитать все но не может соединить с иисусом проблему надо накормить пять тысяч человек филипп говорит хлебов на 200 динариев будет недостаточно извините даже если будут 200 динариев где взять хлебов на 200 динариев я думаю даже в центре сиула если вам сказать купите еду тогда будет очень сложно где мы можем взять хлебов на пять тысяч человек иисус сказал филиппу где там взять столько хлебов чтобы накормить их всех филиппа спрашивают где нам взять столько хлебов что говорит филипп даже если всем дать понемножку не хватит на 200 динариев то есть он посчитал сколько денег нужно но он не нашел способ накормить пять тысяч человек что же говорит андрей да здесь есть мальчик который пять хлебов две рыбки но что это для такого множества как вы думаете для чего андрей говорит эти слова иисус даже если это будет пять хлебов две рыбки он имеет сил накормить пять тысяч человек иисус хотел проверить филиппа что это за проверка ты ведь видел как я совершаю много чудес верно он видел как иисус сделал воду в вино он видел как иисус сделал многих больных филипп видит иисуса однажды иисус был в ифании и лазарь умер лазарь умер иисус имеет силу воскресить лазаря однако в сердце марии марфы они верили что иисус может исцелить больного лазаря но они не верят что иисус может воскресить мертвого лазаря мария и марфа они очень сильно расстроились в своем сердце потому что когда пришел иисус они думали ведь наш брат мог не умереть но почему иисус пришел когда брат уже умер они представим поставили грань силы иисуса они думали что иисус может исцелить только больных но не может оживить мертвого поскольку они так думают иисус на самом деле он может и исцелить болезни но также может оживить мертвых людей однако мария и марфа думали что иисус христос не может оживить мертвого поэтому им было обидно почему иисус пришел когда уже брата не стало подобное и было и у меня я много раз говорил однажды мне созвенел телефон мне позвонили из африки из либерии и представитель нашей организации айвай позвонил мне он говорит пастор пастор юан юан он сильно плакал я сказал успокойся объясни что случилось да я скажу спокойно юан 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 я сказал успокойся что же случилось что случилось юана у жалил скорпион он проснулся утро или он говорит мне показал что кто-то меня ужалил ночью кто-то сказал это точно скорпион да не смеши да я же спал вот здесь он спал специально сеткой от комаров но его нога вышел за сетку и скорпион ужалил его ногу кто-то сказал это точно скорпион да не смеши какой скорпион может быть нашей комнате но к вечеру во второй половине книги он сказал он сказал мне плохо и пошел в уборную и вдруг он упал без сознания другие люди шли за ним увидели что он упал без сознания и подержали к нему из индикаун и моча вышли из него не было пульса он умирал и юан юан приди в себя допили били и быстро его помыли я отвезли в больницу врачи сказали нет не получится его вылечить его ужалил скорпион если вы бы сразу привезли не факт что он сможет выжить но почему только сейчас привели его сюда уже яд распространился по всему организму он умрет собирайте пожалуйста помогите нет не получится забирайте их погнали и следующий больницы сказали то же самое умоляли и умоляли его положили на кровать поставили капельницу дыхание остановилось да наш миссионер не знал как быть врачи сделали массаж сердца до делали массаж спустя два часа сердце начало биться но давление было 300 30 а температура 17 градусов он был почти живым трупом врачи говорили что не сможет прожить больше двух часов и представитель наш позвонил мне он говорит пастор юан умирать его ужалил скорпион от села до ли берег на скором самолете нужно лететь 15 часов я сказал я подумал я не могу отправить ни врача говорят что он умрет через два часа я не могу отправить лекарства я спросил могу ли я поговорить с юаном по телефону да конечно пастор юан возьми телефон это пастор у пастор юан говорит что тебя ужалил африканский скорпион и ты умираешь но юан послушай меня внимательно я должен соединить юана с иисусом потому что если вполне может вылечить юана утром я читал книгу и сая я сказал юану юан послушай меня внимательно чтобы победить яд скорпиона тебе нужна сила сегодня утром я читал библию я прочитал исаи 40 главу 31 стих знаешь что здесь написано написано надеющиеся на господа обновятся в силе как это возможно но поднимут крылья как орлы потекут и не устанут пойдут и не утомятся если бог даст новую силу я сказал как было бы удивительно если бы спортсмен по марафону знал бы это слово написано потекут и не утомятся пойдут и не устанут это слово бога юан 66 книг библии да были написаны руками человека но он написал слово которое сказал бог и это слово слово бога и он бог ни в коем случае не обманывает если бы хотя бы раз бог обманул кто будет верить в бога но бог никогда не обманывал знаешь что написано в библии поднимут крылья как орлы вы представляете как орлы смахиваются крыльями потекут и не устанут пойдут и не утомятся юан если ты хочешь победить яд скорпиона тебе нужна сила новая сила бог ни в коем случае не обманывает это слово библии является словом бога юан послушай меня что говорит нам это слово что надеющиеся на господа обновятся в силе попробуй с этого момента смотреть на бога надейся на господа верь что бог поможет тебе господь бог ни в коем случае не обманывает бог обязательно даст тебе новую силу и ты сможешь победить яд скорпиона юан ты ни в коем случае не погибнешь где-то 15 минут я говорил по телефону знаете ада в то время очень было дорого говорить по телефону и поэтому я не мог говорить долго но я сказал юан ты понимаешь слово библия это слово бога когда мы не знаем слова бога тогда да происходит подобное когда у меня болел желудок я поверил слово и спустя 24 часа я выздоровел полностью у меня были серьезные проблемы из-за болезни я не мог нормально питаться и я похудел на 10 килограммов это был 99 год и я чуть бы не погиб но эту проблему я соединил с Иисусом да юан сейчас умирает из-за яда скорпиона но если его сердце будет надеяться на господа если он будет смотреть на господа бога бог обещал что даст новую силу юан бог ни в коем случае не обманывает если бы хотя бы раз бог обманул кто будет верить в бога но господь бог никогда не обманывает надейся на господа ожидай на господа да проси у господа бог даст тебе обязательно новую силу и ты сможешь победить яд скорпиона врачи говорили что он умрет в течении двух часов юан перед смертью знаете о чем он подумал в далласе когда он уезжал в либерию в африку его отец провожал его и крепко обнял своего сына сказал хорошо съезди он вспомнил отца как мне перед смертью хочется быть снова в объятиях отца но разве это возможно я говорил с ним по телефону я сказал юан послушай меня это не мои слова это слово бога а бог ни в коем случае не обманывает если ты будешь надеяться на господа бог даст тебе новую силу иными словами есть телевизор и ничего не показывается надо соединить тогда с электричеством если соединить с электричеством если мы нажимаем на включатель если тогда не работает значит телевизор сломан но если телевизор не сломан если его соединить с электричеством обязательно заработает если включить он так устроит что заработает если телевизор не сломан тогда он будет работать иисус христос жив бог жив поэтому если мы надеясь на слово пойдем к богу бог ни в коем случае не обманет нас на протяжении 15 минут я говорил юану юан надеешься ли ты на господа да пастор хорошо все я кладу трубку выздоравливай и я поджал телефон затем я позвонил в Даллас в Америку там был наш миссионер я сказал юана ужалил скорпион и он умирает сейчас пожалуйста помолитесь с братьями и сестрами церкви Даллас я также буду молиться и передайте об этом родители юана чтобы все они молились и я положил телефон с того момента у юана появилась вера надеющийся на господа обновятся все ли говорится в слове господь я буду надеяться на тебя бог ты дай мне новую силу и он уснул он начал храпеть когда настало утро медсестра которая смотрела за палатой она проснулась а наверное этот пациент умер нужно пойти чтобы убрать его место она пришла но что удивительно давление поднималось она была в изумлении она побежала к врачу и начало стучаться врач врач откройте дверь чудо произошло что случилось вы выйдете посмотрите он вышел миссис врач увидев говорит что ты сделала как он мог выжить я ничего не делала на другой день юан проснулся и говорит ой я высыпался с тобой все хорошо да а что вчера ты вышли из тебя кал матча ты помнишь медсестра врач спрашивает вот нужно здесь что-нибудь написать в документе но вы выжили а мы ничего не сделали что же написать нам юан сказал напишите действовал бог не знаю врач написал так или нет нога испортилась так выглядела его нога она так испортилась но теперь он выздоровел действовал бог он встретил красивую девушку и женился и стал отцом трех прекрасных детей дети очень красивые я так благодарен это так удивительно знаете что важно мир сердца например ой эта девица красивая я хочу жениться и сердцем я начинаю соединяться с нею да я вот сегодня мы смотрели спектакль про уду ко мне приходят мысли и я соединяюсь и потом телевизором я соединяюсь иисус христос умер на кресте если мы грешники это потому что мы не соединились с крестом который спасает нас он же умер за мой грех так ведь написано в библии если иисус умер за меня значит точно мои грехи омыты этот человек соединяет крест иисуса христа с моим грехом и как когда мы так веруем тогда очищается грех если я называю себя грешником мы говорим я грешник да я грешник но весь есть кровь иисуса христа которая пролита за меня на кресте если я с ним соединюсь мои грехи будут омыты но мы не соединяем почему однажды простите конечно но я превысил скорость и меня остановили и я заплатил штраф потом прошел примерно год мне позвонили из полиции и говорят почему вы не заплатили штраф я сказал как я заплатил штраф нет вы не заплатили штраф написано мне стало немножко обидно и мне показалось что я смогу найти чек да я сказал я обязательно найду чек этот нехороший человек взял у меня деньги и 4 дня я искал в моем доме но не смог найти чек я сильно разочаровался и заплатил второй раз штраф и с того момента я начал очень хорошо хранить чеки да подобное может быть если нет чека нужно доказательство что ты заплатил иначе ты ничего не можешь сказать доказательство того что мои грехи омыты это крест иисуса христа ведь в каждой церкви сегодня есть крест почему оно есть потому что иисус христос очистил наши грехи и наши грехи омыты знаете мои грехи на кресте были омыты но если я остаюсь грешником тогда нет разницы что иисус умер или не умер тогда нет разницы что иисус умер или не умер в кремле нам 3 главе 24 стихе написано поскольку иисус христос искупил мои грехи поскольку мои грехи омыты это я ничего не сделал но даром мы получили оправдание да у нас есть память о наших грехах но цена за этот грех уже оплатена где на кресте на кресте ваши грехи и если соединить с кровью иисуса христа иисус христос не умер зря и поэтому точно наши грехи омыты с одной стороны но ты же согрешил ты же сделал то и другое и делать из нас грешников но что говорит слово вот что важно искуплением во христе иисусе получая оправдание бог говорит что ты оправдан да ты согрешил но поскольку иисус очистил твои грехи ты оправдан когда с этим соединяется наше сердце тогда мы скажем я оправдан мы можем сказать что мы святы в одной стране я передавал слово собрались многие служители и знаете я сказал что я праведник тогда люди все удивились и говорят у меня есть вопрос у нас есть вопрос говорите разве вы не согрешили разве вы не обманывали я много раз грешил я сказал я так много обманывал что считать невозможно я много раз воровал мы в детстве воровали яблоню знаете я много сделал плохого тогда пастор вы грешник какой из вас праведник и сказал да я грешник но бог говорит что я оправдан они все удивились что вы не знаете посмотрите кримлян 3 глава 24 стих 4 глава и 25 стих также где написано который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего иисус написано воскрес для оправдания нашего посмотрите на этот след этот след был за ваш грех посмотрите на раны от копья это доказательство что я получу наказание за вас посмотрите на мою голову я получу наказание за вас вы оправданы знаете в духовной жизни вот что самое важное и дальше вернемся к филиппу филипп находился рядом с иисусом и он много раз видел деяния иисуса христа но не соединяет вопрос пяти тысяч человек с иисуса он хочет решить своим вопросом по этим способом поэтому говорит 200 на динариев не хватит а андрей же отличался да здесь есть мальчик у которого пять хлебов и две рыбки но что это для такого множества почему же он говорит так потому что андрей поверил что иисуса есть сила которая может докормить их а филипп верил своим способом иисус исцеляет больных он из воды сделал вино хорошо хорошо но эту проблему с которым они столкнулись филипп не соединяется иисуса андрей же отличался хорошо будет есть это одни с иисусу хорошо спасибо подожди я приготовлю хлеб он говорит здесь есть юноша но что это для такого множества почему он может накормить пять тысяч человек у андрея была вера у филиппа же не было веры если мы верим в иисуса мы верим и силу иисуса и в слово иисуса мы должны верить и кровь иисуса христа когда он очистил наши грехи он очистил наши грехи если мы не соединяем проблем с иисусом хотя иисус умер на кресте но мы будем оставаться грешниками почему потому что не соединились иисусом я заплатил штраф и должно быть чек который подтверждает но если нет доказательств тогда мне нужно снова оплатить штраф да если иисус умер на кресте за вас он умер за ваш грех и об этом свидетельствует нам библия написано христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего иисус оправдал нас не нужно притворяться что вы умные не надо притвориться что вы знаете если бог говорит что вы оправданы значит вы оправданы он говорит что вы оправданы но если вы говорите что вы грешник это вы противостаетесь богу вы получите проклятие вы должны погибнуть тогда вот как кровь иисуса христа чистила мои грехи мы если говорим знай это что мы грешники таким образом мы предстаем богу мы тогда насмехаемся над крестом получается мы топчем крест иисуса христа нет иисус умер на кресте и совершенным образом очистил наш грехи бог сказал что мы оправданы иисус сказал что мы оправданы да мы совершили страшный грех но если бог говорит что мы оправданы значит мы оправданы бог говорит что мы святы как вам это все равно вы остаетесь грешником тогда нет связи между вами иисусом Неважно, что вы совершили. Надо соединиться с Иисусом. Тогда вы сможете очиститься. Почему? Потому что Иисус получил все наказание за грех. И об этом Иисус рассказывает в Евангелии 9, 6 главе. Филипп. Нужно было накормить 5000 человек. Филипп смотрит своим способом. И поэтому говорит, на 200 генариев не хватит хлебов. Андрей же говорил иначе. Да, здесь 5 хлебов и 2 рыбки. Но что это для такого множества? Даже если люди посмотрят только, мне кажется, испарится. Да, хотя это ничтожно, но он верит в силу Иисуса Христа и приносит их Иисусу. Что говорит там 6 глава? Не о том, что Иисус Христос накормил 5000 человек 5 хлебами. А говорится о том, что Андрей соединил это с Иисусом, и это стало силой для Андрея. А Филипп же не принял силу Иисуса Христа. Верно. Поэтому Господь говорит. Неважно, какой грех вы совершили. Даже если у вас много грехов. Если соедините ваши грехи с крестом Иисуса Христа, то то, что ваши грехи омыты, это правда. Скажите «Аминь». Аминь. Хорошо. Да. Мы верим в это. Я порой так говорю. Я встречаю многих больных. Иисус исцелил всех больных в своей жизни. Если ваше сердце соединится с сердцем Иисуса, Иисус, который исцелил человека, который болел 38 лет, исцелит также и мою болезнь. Аминь. Я верю в это. Если мы соединяем, мы исцеляемся. Иоанн умирал, но когда он исцелил со слома, он ожил. Врачи говорили, что нет шансов, что он спасется. Говорили, что он умрет через два часа. Но Иисус может действовать подобным способом. Многие больные люди, которые должны были умереть, выжили. Проблема в том, что многие люди знают, только в теории не соединяются с Иисусом. Как многие люди, как Филипп, не соединяют проблем с Иисусом. Андрей же соединился с Иисусом. Тот, который из воды сделал вино. Вполне может накормить пять тысяч человек и еще останется. Иисусом все возможно. Иисус Христос, который очистил грехи апостола Павла. Иисус, который очистил грехи пастору Ксупак. Очистил также и мои грехи. Это есть вера в Иисусе Христа. Некоторые люди молятся и говорят, «Господь, я грешник». Что это значит? Что Иисус провалил свою миссию на кресте? Да, Иисус Христос очистил наши грехи. Но если мы грешники, тогда получается, он не смог очистить. Что же нам показывает Евангелие Диана 6 глава? С какой бы мы проблемой не были, если есть человек, который соединен с Иисусом. И есть человек, который не соединен с Иисусом. И показывает 6 глава разницу между ними. В нашей жизни порой бывают разные трудности и проблемы. И каждый раз, когда вы эту проблему соединяетесь с Иисусом, будет происходить удивительное Диане. Иисус Христос будет действовать. Веруйте, что вы оправданы. Иисус заплатил всю цену за наш грех, когда умирал на кресте. Он очистил наши грехи навсегда. Все грехи очистил. Аминь. Знаете, на суде есть самое строгое наказание. Самое строгое наказание на суде – это смертная казнь. Верно? Нет ничего, что было бы строже, чем смерть. Если умирают, прощаются все грехи. Тот, который убил одного, если его казнят – все. За то, что он убил десятерых, если казнят – тоже все. Если он убил десяти тысяч человек, выше смертной казни ничего нет. Только смертная казнь. Что убили одного? Что Иисус умирает за всех людей? Одной смертью – он очистил все грехи. Он очистил все. И мы веруем в это. И если ваше сердце соединяется с крестом Иисуса Христа, «Да я согрешил!» Но Иисус умер на кресте. И так мои грехи были омыты. И я омыт. Я чист. Это есть истинная вера. Сегодня многие люди ходят в церковь и называют себя грешником. От этого сердце Иисуса разрывается. Он ведь пролег кровь за нас. Но если мы называем себя грешником, тогда что получается, Иисус Христос зря умер на кресте? Такими словами мы поносим Иисуса Христа, пренебрегаем Иисусом Христом. Говорим, что Он зря умер. Но это не так. Так, Господь очистил наши грехи. Верите ли вы в это? Скажите, вы праведники теперь? Покажите, кто верит, что вы оправданы. Вы же оправданы. Я желаю, чтобы вы верили так. Не нужно верить только в это. Иисус сказал, что «Я буду с вами до скончания века». Неважно, какая будет у вас проблема. Соединитесь с Иисусом! И пусть Иисус Христос благословит вас. И я верю, что Он удивительным образом будет трудиться в вашей жизни. Спасибо!